С конца марта, когда начался паводок из заталых вод, Барнаульцы остро реагируют на воду из крана. Точнее, на то, какого она цвета и запаха. Люди пишут гневные комментарии в соцсетях, звонят в редакцию. Вода безобразная. Темная, вонючая, пенистая. Шапочка вот этой пены при наливании, она вся шипит, вся пузырится, запах болотный. Вот остается нам покупать только бутилированную воду. Один из жителей города и вовсе уверен, что вода из крана небезопасна. Говорит, проверено на себе. Всегда жил в городе Барнауле, пил воду из-под крана. Да, весной она немножко иногда пахла, но прокипятил и нормально. Тут на выходных просто попил, называется, чаю и просто воды. И свалился на три дня. Обратился к врачам, сказали, гастроэнтерит. Просто не мог встать, немного температура и вообще никакое состояние. Пришлось уйти даже на больничную. Для восстановления физического состояния, рассказывает мужчина, врач прописал пить больше воды. Но с ее количеством, как и качеством, тоже возникла проблема. Самое интересное, что врач прописал для лечения употребление большого количества воды, но в округе, просто в магазинах простой воды просто физически нет. Ее просто смели. У нас тут порядка пяти разных магазинов, разных сетей. Ее просто нет у этой воды. Только за первую неделю апреля в Краевое управление Роспотребнадзора поступило 31 обращение от горожан о ненадлежащем качестве водопроводной воды в Барнауле. Ведомстве нашему телеканалу сообщили, что каждая жалоба на рассмотрении. А в общей сложности Краевой центр гигиены и эпидемиологии провел отбор 26 проб горячей и холодной воды в квартирах заявителей. Качество воды определяли по микробиологическим и органолептическим показателям. То есть исследовали воду на запах, привкус, цветность и мутность. По предварительным данным, пробы питьевой воды в квартирах заявителей по микробиологическим показателям соответствуют гигиеническим нормативам. По органолептическим показателям мутность и цветность не соответствуют гигиеническим нормативам. Превышение цветности от 1,1 до 1,6 раз. По мутности от 2 до 5,4 раз. Экстренных извещений из медорганизации о случаях инфекционных заболеваний и отравлений, связанных с употреблением воды, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Ведомство не поступало. Но добавили, по результатам лабораторных исследований воды, не соответствующих гигиеническим нормативам, к юрлицу, то есть к Барнаульскому водоканалу, принимают необходимые меры. Также ведомство сообщило, что их сотрудник примет участие в проверке прокуратуры в отношении водоканала. Юлия Щепина. День с толком.